Всем привет! Мы сегодня пришли в необычное место, самый большой рынок во всем Таиланде, который находится в Бангкоке и называется этот рынок Чатучак. Работает он каждый день, но по выходным он работает с вечером. И вот мы приехали в пятницу, сейчас время 5 часов, через час он официально открывается, но уже потихоньку народ выставляется. Но перед тем, как пойти на рынок, мы решили заглянуть в парк, который находится по соседству, буквально в 2 минутах ходьбы. Это парк, который был основан в 1992 году в честь 60-летия королевы Сирикит. Это супруга бывшего короля Таиланда Рамы IX. Парк гигантский, 22 гектара, все не обойдем, но просто было интересно посмотреть, что здесь такое. В самом начале парка, который граничит с рынком Чатучак, буквально вот здесь 150-200 метров и рынок пойдет. Есть небольшая детская площадка, какие-то качели стоят. Также мы обратили внимание, что практически на всех деревьях висят вот такие таблички. Можно сказать, что это паспорта, деревянные паспорта, назовем их так. В общем, здесь собрали деревья и растения со всего Таиланда, со всех 77 провинций. И по факту вот все, что в Тае растет, можно найти в этом парке. Тут очень много белочек в этом парке. Сейчас попробуем вот это обмануть. Взял я пустой орешек. Ну-ка, маленький белок, иди сюда. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Опа. Ну, там орешка. Ну, извини. Там просто орешка внутри не было, это было просто... Короче, поедете, когда в этот парк, возьмите, пожалуйста, орешек, орешков для белочек. Смотри, какой смелый. Здесь в центре огромный пруд. Он у тайцев здесь барбекю, романтики какие-то. Народ на фотосессии приходит. Такое очень приятное место, семейное. Много, кстати, камер висит. Это хорошо. Можно ни за что не переживать. Много людей сюда приходит побегать. Очень много спортсменов на велосипедах ездят. Прикольно, что много парковок для велосипедов находится здесь, на территории парка. И никто не пристегивает свои велики. То есть, ну, как бы... Здесь даже об этом люди и не парятся, что кто-то может это украсть. Здесь в самом центре огромное озеро. Туда идет еще не знаю даже сколько, но длинное. По-любому там водится какая-то рыба, но никто не кормит и не рыбачит. Кстати, везде висят таблички, что запрещено курить и запрещено кормить голубей. За то и за другое получите штраф по 5000 бат. Но про белочек ничего не сказано. Поэтому белочек надо кормить. Если верить интернету, то сюда приходит в день от 2 до 5000 человек, а на выходные и по 10 тысяч. Ну, сегодня пятница. Сейчас просто времени еще даже 5 часов нет. Поэтому здесь пусто. Я думаю, что народ сюда приходит после работы. Очень атмосферное место. Приятно здесь находиться. Как вообще мы сюда добрались? Остановились мы в центре, в районе станции Сиам. И добрались до сюда на BTS, то есть на наземном метро. Проехали буквально 7 остановок. В одну сторону билет на одного стойка, по-моему, 44 бата. Все на самом деле очень примитивно, все просто, все понятно, куда идти, как. Чего не скажешь про подземное метро. Вот лично для меня подземное метро Бангкока, это как в мультике Король Лев в запретной земле. Симби туда нельзя. Вот и я туда ни разу не спускался. Не знаю, как там пользоваться. Оно огромное. Поэтому я всегда передвигаюсь в Бангкоке на BTS. Всегда помогут, подскажут. И повторюсь, сделано оно очень интуитивно. И поэтому не нужно быть там 7-5 и во лбу, чтобы разобраться, как куда доехать. Тем более, если у вас есть телефон, открыли Google карты, вам весь маршрут Google, ваш телефон построен. Вот. Также можно сюда добраться и на автобусах, их огромное количество. Но это такой не совсем туристический транспорт. Не забивайте себе голову, сядьте на метро и доедите до сюда очень быстро. Мы с центра доехали, по-моему, минут за 25. Более того, чем мне нравится метро BTS в Бангкоке? Здесь нету проблемы, знаете, как в российском метро, когда заходит какой-нибудь такой человек поднимает туда вот руку, и ты просто понимаешь все. Я лучше с поезда прям сойду на ходу. Здесь всегда чисто, всегда вкусно пахнет, в том числе и от людей. Здесь вообще нет проблем с запахами в метро. Все по-английски, поэтому мой выбор и мой совет для всех туристов – пользуйтесь BTS в Бангкоке. Добраться до сюда на BTS можно на зеленой линии. Это линия, которая идет по улице Сухом Вит. И станция, которая вам нужна, называется Мо Чит. А если все-таки риснете и поедете на подземном метро, то станция называется Чатучак Парк. Ладно, пошли смотреть уже сам рынок. Прошли мы 40-50 метров, увидели тату-салон, керамика, бижутерия, пляжная одежда и да. В общем, здесь все вперемешку. Мне кажется, здесь на этом рынке можно купить абсолютно все, наверное, даже новых детей. Короче, пошли гулять, смотреть, что здесь есть. Сразу по носу бьет запах тайской кухни. Морепродукты, мясо, перец, еще какие-то тайские специи. Но очень колоритное место. Вообще, за что я обожаю Бангкок? Вот для меня это город контрастов. Здесь переплетается все. Просто нереальная роскошь. И вот такая вот штука уличная. Не хочется говорить нищета. Но это все здесь идет вперемешку. Никого это не напрягает. Приезжают люди на мерседесах, паркуются здесь, едят уличную еду за 20 бат, покупают эти вещи за 100 бат. И никто по факту не понтуется ни перед кем. Все люди очень простые. Я прям обожаю Бангкок за это. Так, ну здесь какие-то у нас домашние утвари всякое идет. Керамика, посуда. Вот тоже какие-то штучки красивые тайские, национальные. Ткани. Причем, кстати, у тайцев, особенно, например, люди, кто с Дальнего Востока, кто катались в Китай, знают, что китайцы там любят торговаться. Кстати, не знаю, как сейчас. Но у тайцев этот процесс выглядит чуть-чуть иначе. Они тебе сразу пишут, например, что одна вещь стоит 100 бат, 6 вещей 500 бат, 15 вещей 1000 бат. В общем, здесь весь маркетинг строится на оптовых продажах. Кстати, очень много оптовиков приезжает на Четучак, у которых есть свои магазины. Привет. Как дела? У которых есть свои магазины, они закупаются здесь и потом продают это у себя. В том числе и в Паттайе, на Пхукете. Это такой рынок, который у меня ассоциируется с фильмами про Стэдхама. Что он бежит, там какие-то специи переворачивает, фрукты, коробки. Все вот так вот в перемешку. Народа еще пока нет, но еще не от 6 часов. Все идет в перемешку. Только что были какие-то там элементы декора, была посуда. Сейчас пошла оранжерея. Очень много искусственных цветов. Был стеллаж с искусственными фруктами, овощами. Вот два шага опять посуда. В общем, полная солянка. Очень много посуды. Очень много керамики различной. И то мы только начали гулять. Вот много благовоний, арома. Здесь тайские конфетки. Короче, можно купить вообще, мне кажется, все, что вашей душе угодно. Естественно, очень много еды, напитков, мороженого. Все это продается на каждом шагу, потому что жарко просто невыносимо. Поднимается сильный ветер, и вон туча идет чернющая. Я думаю, сейчас зарядит очень сильный дождь. Но это нас не остановит, потому что весь рынок крытый практически весь. Мы все равно там погуляем. Вообще, в интернете написано, что этот рынок за выходные посещает около 200 тысяч человек. 30% из них иностранцы, а все остальные тайцы. Поэтому место 100% заслуживает вашего внимания. И стоит его посетить по-любому. Вообще, прикольная одежда, какие-то комбинезоны. Вот батя моему на даче работает такому. Вот самый модный дачник. Дождь, конечно, зарядил капитально. Но практически большая часть рынка, она крытая. Поэтому продолжаем. Вот есть магазины, все продается из дерева. Вот даже сережки, сережки по 50 бат. Чехлы на айфон по 300, по 400 бат. И все это сделано из натурального дерева, все ручная работа. Короче, здесь все умельцы со всего Таиланда. Для того, чтобы не потеряться на рынке, потому что он просто гигантский. 15 тысяч торговых точек. Поднимайте голову наверх. Вот там написано секция и сойка, ну, то есть улица. А потом берите просто телефон и пишите. Карта рынка Чатучак. И все. И ориентируйтесь. Здесь подписано, какая секция, что там продается и т.д. Вообще, эту карту можно взять здесь, где-то на территории. Но я думаю, что вы потратите больше времени на поиски этого места, этой точки, где можно взять эту карту, чем просто вобьете у себя все в интернете. Видишь, тросточка продается. 250 бат. Ложечки по 30. Все ручная работа. Без массажа в Тае вообще никуда. Здесь каждый, наверное, метров 100-150 есть хоть один массажный салон. Тайты увидели, что дождь начался. Взбодрились, говорят, все, никуда не уйдешь. Заходи к нам. Ну, вон, по 150 бат делают массаж. Тут уже пошли какие-то аксессуары. Мне кажется, самая глупая фраза, в которую не верит ни один Таец, это, как в России говорят, мы сейчас, если что, походим и вернемся. Также, предположим, если Таец поймет вас по-русски, он 100% вам не поверит, потому что, если ты здесь что-то нашел, бери. Ты не вернешься повторно в это место, ты просто не найдешь эту торговую точку. Ну, это просто меккать для любого туриста, 100%. Здесь магниты разных форм, и вон идут от 10 бат. Я даже не знаю, что это. What is it? А, это просто декорации, искусственные тыквы какие-то, помидоры, мангустины, баклажаны. Не перестаю удивляться разнообразию продукции, которые здесь есть. В общем, за полтора часа скитаний мы уже, ну, и операторы, и я уже просто измотались, решили тормознуть, чуть покушать. Здесь большой, ну, можно это назвать, фудкорт. Кап-пон-кап. Большой фудкорт. И очень много тайской еды. Многие люди, наверное, обрезгуют, кушают в таких местах. Но я скажу, что вот за несколько лет жизни в Таиланде я отравился только на сегодняшний день 3 раза. И все эти 3 раза были в очень, ну, как бы, приличных ресторанах. Сколько бы я ни ел на улице, никогда не было ни проблем ни с желудком, ни с настроением в дальнейшем. Поэтому вообще не стесняйтесь, тайцы вообще не заморачиваются. Приезжают реально богатые люди на различных машинах и не стесняются, и не брезгуют есть все вот это. Поэтому это все бесконечно вкусно. Приезжайте, пробуйте, не бойтесь экспериментировать. Тут на 13 секции продают животных. Пойдем попробуем подснять. Правда, все почему-то говорят, что их запрещено снимать, не дают. Но попробуем. Пойдем. Наругали нас тайцы, не дали поснимать животину. Сказали, что нельзя и нельзя. Ничем это не объясняли. Ну, ладно, мы на глядь не стали. Но там продают и кошек, и собак, и лемуров, и кроликов, и черепах. Короче, и чего мы только там не увидели. Но вам показать не смогли. Поэтому приезжайте, посмотрите все сами вживую. Здорово я, собаке на усмотрюсь. В общем, по собственному опыту скажу, что люди, ну, по крайней мере, которых я видел, это я и на Пхукете, все русскоговорящие почему-то любят посещать два места в Таиланде. Это храмы и рынки. Я не знаю, хлебом не корми, но любят наши соотечественники эти места. Поэтому, если когда-то поедете в Бангкок, 100% заедете на этот рынок, наберете здесь огромное количество подарков всем своим родственникам, коллегам с работой, соседям, ну, в общем, всех, кто ждет от вас каких-то подарков с поездки. Вот. А на сегодня я с вами прощаюсь. Это был рынок Чатучак, парк Сирики, это был Бангкок. Вот. И не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, следить за обновлениями, комментировать. Ну, и дальше вы все сами знаете. Пока-пока.